Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 4 июля и я пришла снять видеоролик для того, чтобы прояснить ситуацию. Вот Людмила Лут написала, у нее прям крик души, не верю, это все видеомонтаж. Показала опытным садоводам, сказали, что в Сибири в это время не может быть плодов. Как видеомонтаж, все ради денег, все это самое. Какие же тогда у вас эти опытные садоводы, друзья, которые в июле в теплице не верят, что есть томаты. Вот хорошо, что мы не съели все томаты. И я знаю, что есть, бывает, что видеомонтажи, все, я сразу сказала, что я делать этого не умею. Но я не могу понять, как с видеомонтажа томаты могли попасть мне в руки. Ну, как прошлогодние, если пленки. Да, я нарезала, смонтировала. Откуда тогда вот эти вот томаты? Это вот Настенька с того куста, хорошо, что не успела. Это золотые купола, про которых я говорила здесь. Богатыря, к сожалению, уже съели. Но остался вот, ой, с трещинкой. Сибирский изобильно я показывала. Вот, госпожа, удача вот с этих кустов. Я снимаю это видео не из-за Людмилы Лут, потому что я понимаю, что человек, вероятно, как, я не знаю, в бессильной злобе, что ли, что у него не получается. Но я-то в этом не виновата. Если у меня выросли помидоры и если они поспели, мне нет смысла скрывать этого. Я же делюсь, учу новичков. Вот сегодня встала с позаранку и побежала не из-за вас, Людмила Лут, что вот как доказать вам что-то, а просто я боюсь, что такие люди, как вы, они, надежду, которую я, начинающим садоводам, вселяю в них, что можно получить урожай и в Сибири, можно все вырастить. Вы ее на корню срезаете. Зачем вы это делаете, я не знаю. Там резанула меня фраза, что блогеры могут из-за денег разрекламировать хоть арбузы в Арктике. Из-за каких денег, я не знаю, о чем вы говорите. И рекламу чего я делаю? Теплиц или колышков своих, или веревочек, или чего, я не знаю. Кто смотрит мои ролики, ни разу не слышал фразу, подписывайтесь, ставьте лайки. Для меня это второстепенно. Я никогда не слежу за количеством подписчиков. Мне некогда это делать. Я именно доношу до начинающих, огородников, что все растет, все можно сделать, но только с хорошим отношением к растениям. Без зависти и злобы. А вот Людмила Лут, после прочтения ее вот этого, что это все обман, я не верю, напишите, кто тоже не верит, я вспомнила слова своей учительницы, что каждый судит о других в меру своей испорченности. Ну, значит, есть люди, для которых обман – это норма жизни. И они считают, если они обманывают всех, значит, и их тоже обманывают. Не вижу смысла обманывать кого-то, но если вот висят они помидоры, вот они, они красные, вот они, они красные. Я, во-первых, до моего ума не доходит, как можно смонтировать что-то. И вот эти томаты, которые вчера висели вот здесь вот на корню, меня там не было, да, я показывала их одни, потому что я не люблю перед камерой там выступать, рисоваться, светить лицом, как говорится. Ну, вот они, они у меня. Это тоже с прошлогодней, как с прошлого года они у меня остались, что ли. Я вот это не пойму, моему муму-то не это. Обращаюсь к новичкам. Не слушайте таких вот злых, ненавистных людей, завистливых, может быть, и опытных садоводов, в кавычках, которые не верят, что в июле можно в теплице получить томаты. Для того она и теплица, чтобы на месяц раньше получать томаты, потому что в августе будут уже в открытом грунте, а за месяц до этого вот мы кушаем вот такие вот томаты. Все возможно, да, я пораньше посеяла, да, я хорошо ухаживала, да, пусть им здесь было холодно ногам, но это томаты, они очень живучие. Все это правда. И вот они мои томатики. Пожалуйста, Людмила Лут, угощайтесь. Не завидуйте, а то долго не проживете, болеть будете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин